Книга «Открытым оком», том 17, вопрос 3111, тема «Христос есть Бог и Человек». В своем комментарии к повести временных лет Д.С. Лихачев пишет, что Ирод умер за 4 года до принятой даты рождения Христа, и, следовательно, возникает вопрос о избиении Иродом-бладенцев. На что Лихачев мог ссылаться? Отвечает Игнать Тихонович Лапкин. На этот вопрос я уже отвечал устно не раз. Празднование Пасхи так и осталось по лунному календарю, да еще и с дополнениями, пояснениями, что только после весеннего равнодействия, чтобы не менее трех дней Луна шла на убыль, да еще чтобы наша Пасха никогда не совпадала с еврейской 14-го Несана. И обязательно в воскресенье, в первый день недели. Дни празднования Пасхи нужно было объявлять два раза в году и желательно на несколько лет вперед. Так и сказано было в канонах. И никому не позволено нарушать эти установления. Апостольское седьмое правило, Антиохийский собор правило первое, Карфагенский собор правило 62-е и 84-е. Среди монахов были и ученые-мужи. Одному из таковых, Дионисию Малому, было поручено рассчитать Пасхалью на несколько лет вперед. Неожиданно он заметил, что есть цикличность через 532 года. До сих пор счет шел, как ни странно, не от Рождества Христа, не от его воскресения, а от рождения Диоклетиана, лютейшего гонителя христиан. Монаху Дионисию пришла мысль, а не родился ли Христос именно 532 года тому назад, и не сам ли Бог подает ему знак о том? Представив сопроводительную записку, он сумел убедить высшую иерархию, что так оно и было. Так что новое летоисчисление было принято почти произвольно, и потому так легко вкралась ошибка в 4 года. Цифра же 532 года совсем не случайная, а она слагается из умножения цикла Солнца на цикл Луну. 28 умножаем на 19, получаем ровно 532. Придется дать небольшую информацию об этих наших больших светилах БСЭ. Большая советская стеклопедия. Цитата. Один оборот относительно Земли совершается за 27,275 суток. Линейная скорость вращения на экваторе Солнца около 2000 метров в секунду. Расстояние от Земли до Солнца меняется и составляет в среднем 14960 в 10 степени, умноженное на 10, простите, в 11 степени. М, какая-то буква непонятная, астрономическая единица. Диаметр Солнца 1,392 умноженное на 10 в 9 степени. Сергей, где стоит вот эта звездочка и дальше? Это здесь в 10 степени вверху, сначала вверху, а потом уже здесь говорит, как оно идет. То есть умножить саму на себя, потом и все, и так дальше возрастает. Ну как в квадрате, говорим мы, в клубе. Вверху троечка ставится, это означает в клубе, сбоку маленького. Так тут два раза получается, вот это в 10, а потом еще и в 9, так же не бывает. Два раза в степени, то никто так мне не делает, непонятно. 109 раз больше диаметра экватора Земли. Температура поверхности Солнца равна 5 770 К. Не знаю, что это за... Температура в центре Солнца составляет 10,15... 10 в 6 степени К. Считается, что источником энергии, пополняющим потери на излучение и поддерживающим высокую температуру Солнца, являются ядерные реакции, происходящие в недрах Солнца. Среднее количество энергии, вырабатываемой внутри Солнца, составляет 1,92 грамм в секунду, что ли. Период обращения Солнца вокруг центра галактики около 200 миллионов лет. Возраст Солнца около 5, не знаю, как читать, 5 на 10 в 9 степени лет. Луна движется вокруг Земли со средней скоростью 1,02 километра в секунду по приблизительно эллиптической орбите, в том же направлении, в котором движется подавляющее большинство других тел Солнечной системы, то есть против часовой стрелки. Если смотреть на орбиту Луны со стороны северного полюса мира, большая полуось орбиты Луны, равная среднему расстоянию между центрами Земли и Луны, составляет 384 тысячи 400 километров, приблизительно 60 семных радиусов. Расстояние до Луны колеблется между 356 тысяч 400 и 406 тысяч 800 километров. Точки пересечения орбиты с эклиптикой, названные восходящими и нисходящими узлами, имеют неравномерное попятное движение и совершают полный оборот по эклиптике за 6 794 суток. Это около 18,6 года. Объем 1,49 объема Земли. Она в 81,3 раза меньше массы Земли. Промежуток между двумя последовательными новолуниями 29,53059 после запятой суток. Она отражает в среднем лишь 7,3% световых лучей Солнца. Она посылает в полнолуние на Землю в 465 тысяч раз меньше света, чем Солнца. В зависимости от фаз это количество света уменьшается гораздо быстрее, чем площадь освещенной части Луны. Тогда что, когда Луна находится в четверти, и мы видим половину ее диска светлой, она посылает нам не 50%, а лишь 8% света от полной Луны. Не будучи защищенной атмосферой, поверхность Луны нагревается днем до 110 градусов Цельсия, а ночью остывает до минус 120 градусов Цельсия. Телескопические наблюдения, которым положил начало в 1610 году Галилей, позволили обнаружить гористое строение поверхности Луны. Выяснилось, что моря – это равнины более темного оттенка. Так что ныне не 2006 год, а 2010 год от Рождества Христа. Нужно успеть примириться с Богом, отдать свое сердце Христу, чтобы Он жил в нем. А календарные даты могут вообще на нас не влиять. Прокеремия, 8 глава, 7 стих. И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Послание к Галатам, 4 глава, 10 стих. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Без удивления не шагнуть и шагу. Подарков столько приготовил Бог. Проснусь ли от усталости прилягу, Не истощается от изобилия чудный рок. Глаза и разум с совестью пусть дружат, Давидят замыслы зиждителя Творца. Когда и беды, не спросясь, окружат, А тело хворям без конца пластать. Задумки пастыря о созданной овце, Пусть и не все разгаданы в потемках, Но высветит, но досвербит в конце, Окажется необозримо емким. Шедевры высшего художника и в нас, И не о внешнем лопочу с испугу, Душа не раз безмолвно впала в транс, Благодаря за все, быть может, грубо. На удивление познания и грехи Нагромождаются и ахаешь сейчасно. Без рыбы худо, скажем, без ухи, Везде для смазки добавляемо масло. Но рыба – это я, а может, ты, Захваченный сетью Еговы, Реальность расцвела и загинули мечты, В Евангелии обретя основу. Помажет свыше разум благодать, Поймем, что масло – лучшее лекарство, Непримиренных жаль им в вечности рыдать, Необихоженная словом подкатила старость. Есть аллегории таинственный подклад, Возвышенная с вечностью обнимку. Услышишь ли, случайно бросишь взгляд, Потянешь к чудесам стальную нитку. Глаза смежить придется при исходе, И тотчас в удивленье распахнуть, Потустороннее нахлынет половодьем. Блажен кому Христос полдневный путь. 27 апреля 2006 год Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok